Всем привет! Наконец-то я подготовила зарядку, которую обещала. Мой путь в МОЖ, так я зашифровала мой образ жизни в такую аббревиатуру, начался именно с этой зарядки. Вот уже два года каждое утро эта зарядка мой неизменный спутник. Эти упражнения подходят абсолютно для всех людей с разной физической подготовкой. Начала я ее делать, абсолютно не имеющая к спорту никакого отношения. Конечно же я уставала, задыхалась, но ничего. Сейчас это для меня как зубы почистить. Кто хочет начать приучаться к этой зарядке, будет, конечно же, сначала трудно. Но потом зато будьте гордиться собой. Говорят, что человек привыкает за 21 дней. Я в это верю, у меня тоже привыкание быстро получилось. Я думаю, что для нас женщин это ерунда, что мы не такое можем. Когда я начинала эту зарядку, у меня в арсенале была грыжа и протрузия межпозвоночного диска, астрахандроз, синдром шейной артерии, проблемы с коленными суставами, 20-летний стаж курения, 10 кг лишнего веса, ну и абсолютное безразличие к спорту. С этим набором я решила поменять свой образ жизни, резко, без обратной дороги, без сожаления, не отступая. Кто тоже хочет бороться за здоровый организм, добро пожаловать. Это маленькая зарядка, начало большого пути. В зарядке есть некоторые упражнения, которые можно или нужно заменить в связи с показаниями по здоровью. Я не фитнес-тренер, но испытала на себе, после чего что-то болеет или наоборот становится лучше. На пальцах объяснить не могу, поэтому решила загрузить видео это и наглядно показать все нюансы, рассказать об этих нюансах. Начало зарядки не повредит никому. Могут уставать руки, наклоняться низко не сможете, но только первую неделю. Потом будете смеяться, какая вы слабачка были. Обязательно правильно дышите. Самое главное в зарядке это дыхание. Очень важно дыхание. Выдыхайте носом, выдыхайте ртом. Вдох длинный, выдох короткий. В течение всей зарядки держим осанку. Спина должна быть прямая всегда. Старайтесь напрячь пресс. Даже если вместо пресса у вас комочек желаний. Так я называю милой животик у женщины. Чем больше животик, тем больше желаний. Шучу я. Постарайтесь втянуть живот и держите его всю тренировку. Даже если в физическом плане не видно, но вы же чувствуете, не отпускайте его. Ваша стойка при зарядке. Спина прямая. Грудь вперед. Животик в себя. Коленки слегка расслаблены. Не надо их до дури выпрямлять. Так, что еще хотела сказать. Здесь, в принципе, вот этот тот комплекс, который сейчас показывает. Вот здесь можно махать руками как можно сильнее. Хлопать в ладоши. Прям хлопать в ладоши. Это очень полезно. Ну, здесь посмотрите, как будет получаться. Ну, нога не поднималась раньше до конца. Не могла соединить даже локоть с коленкой. Сейчас вспоминаю. Вот этот этап упражнения я заменила на полезность для своих коленных суставов. Эту зарядку надо обязательно делать. Даже если не всю зарядку делаете без этого упражнения, потом обязательно сделайте. Потому что коленные суставы – это боль для многих людей. И в старости лучше их подготовить заранее. Она очень полезна. Вот в этот промежуток времени у меня получается 10. Я делаю кругов вовнутрь, 10 наружу. И 8 влево, 8 вправо. Вот в промежуток я успеваю сделать столько упражнений для коленочек своих. Колени надо разгибать не до конца. Оставлять чуть мягкими. Всегда так делайте, чтобы не нагружать свои колени. Вы их прям не выгибайте так. Мягонькими такими. Попробуйте мягонькими оставлять. Если нет проблем с коленями, не хотите делать эти упражнения ради Бога, выполняйте то, что положено. Также приседайте. Можете сначала неглубоко. Если чувствуете, что можете глубже, то садитесь глубже. Но чтобы, главное, колени не заходили за вашу стопу. Когда вы садитесь, вдох. Поднимайтесь, выдох. То есть на усилие всегда выдох. А когда нагибаетесь, если кружится голова при подъеме, то не делайте по 4 подхода. Здесь 4,8. На счет 4,8 идет зарядка. Делайте 2, но медленно. Нагибайтесь не до конца, до пола. А этот промежуток я тоже заменила. Потому что при грыже позвоночника прыгать нельзя. Противопоказано. А то вот такие удары ни в коем случае не нужны. Да, и коленям тяжело. Если у кого лишний вес, тоже лучше не скакать. Лучше поприседайте, как я. Приседы очень полезны. Ну и, конечно, хорошая тренировочка для ягодиц. Нужно приседать, конечно, правильно. В пусте я там напишу, что как лучше. Приседы как правильно делать. Вот. Потому что вот и при приседах очень важно. Правильное дыхание. Приседы вообще эта штука классная. Она особенно качает сердечную мышцу. Это очень полезно. Даже для сердечников, у кого проблемы с сердцем. А врачи просто рекомендуют. В пусте я эту технику опишу. Дальше я доделываю зарядку, в принципе, без изменений. Дышу я животом. Не грудной клеткой, а животом. Махать нужно всегда интенсивно. Чем будете интенсивнее махать, руки, конечно, будут уставать. Но машите руками. Как бы на видео я далеко не ухожу, чтобы из кадра не уходить. А так обычно я стараюсь подальше отходить. И делайте вот упражнение добросовестно, качественно. Это вы же для себя делаете. Не халявьте себя, не обманывайте. Потому что для себя же, любимый, делаете. Чем качественнее сделаете, тем быстрее привыкнете, тем больше будет и лучший результат. Продолжение следует. Ну, конечно, когда говорят зарядки, вдох, выдох, дышите, там не дышите. Вот обязательно прямо выполняйте это. Обязательно. Дыхание – это первое, что стоит на месте. Запомните это. Я не обращала раньше внимания на это. Потом поняла при изучении всего, что насколько важно дыхание. Девочки, даже можно похудеть с помощью дыхания. Но это техники бодифлекса. Это не для всех, конечно, это тяжеловато. Но вот при обычной зарядке просто дышите правильно. Даже, возможно, уже и похудеете, и, во-первых, во-вторых, с прессом начнете уже работать. Если будете держать пресс всю зарядку, то это будет супер. Почувствуйте, что вы можете его держать. Ну и, конечно же, в конце зарядки поблагодарите себя. Похвалите себя, любимый. Какая вы хорошая. Всегда охлопайте себя. Всего доброго.